Владислав Оскобойников с супругой Натальей купили квартиру в жилом комплексе Изумрудная долина, когда их сыну Ивану было три месяца. Сейчас мальчику уже четыре с половиной года. Отпраздновать новоселье до сих пор не удалось. Пообещали, что квартиру введут в эксплуатацию в течение трех месяцев после внесения всей суммы. Но пришлось ждать достаточно много времени. Прежний застройщик предложил Воскобойниковым занять квартиру в уже построенном доме взамен той, что они приобрели изначально. Супруги согласились. Потом уже выяснилось – жилье в залоге у банка. Каждый месяц они получали новое гарантийное письмо, которое, как оказалось, ничего не гарантировало. Очень беспокойно жить в квартире, которую в любой момент можешь потерять и неизвестно, что потом будет. Просто может случиться так. Мы ждали, что нам скажут – освобождайте. Неизвестно, куда вещь, неизвестно, куда сами. Но вместо «освобождайте» супруги Воскобойниковы услышали другое. Подписывайте. Компания «Стройтек», которой предстоит достроить изумрудную долину, приняла решение выкупить квартиры у банка за счет собственных средств. Соглашение об этом уже подписала многодетная семья Быковых. Теперь это сделали и Воскобойниковы. Для нас это дополнительные расходы. Но первое, когда мы видим многодетную семью или семью инвалида, мы понимаем, что государство, в данном случае, это администрация Одинцовского района, теперь городского округа, не может оставаться в стороне, и она не остается. И бизнес должен тоже как-то помочь. В похожей ситуации оказались жильцы порядка десяти квартир. Встречи, которые должны закончиться подписанием соглашения, проведут с каждым. Я надеюсь, я надеюсь, что в октябре с теми действительно обманутыми дольщиками мы закончим первую часть подписания документов. А в ноябре уже пойдет регистрация сделок по их собственности. Хотел бы выгрузить благодарность и Игорю Тарасову, генеральному директору СтройТЭК, и Андрею Иванову, соответственно, главе администрации Одинцовского района, что дело, походу, сдвинуло с мертвой точки. Поэтому надеюсь, что скоро по-настоящему отпразднуем новоселье. Мария Шматкова, Евгений Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.